Привет! Какая роскошная девушка! Так, все, вроде видно меня, да? И слышно, надеюсь. Да, очень хорошо видно и слышно. Супер! Очень рада тебя видеть. Благодарю, что позвала меня на прямой эфир. Очень рада видеть всех, кто к нам сейчас присоединился. Девчонки, у меня для вас сегодня очередной эксперт, эксперт в мире моды, в мире стиля, Надежда Володина. Надюш, расскажи про себя, чем ты занимаешься, и я расскажу потом для тех, кто от твоих подписчиков пришел к нам сегодня. Значит, я занимаюсь стилистикой и занимаюсь именно по системе типажей Ларсен. Мне отозвалась именно эта система, не просто так, потому что она про принятие себя в первую очередь, про принятие своих линий, а линии нам даны с рождения. Они не меняются ни с возрастом, ни с увеличением, ни с уменьшением массы тела. Поэтому очень люблю эту систему, которая позволяет полюбить и свой нос, и свои глаза, и свой подбородок, и свой лоб, и вообще все линии, подчеркнуть их и показать, что именно в этих линиях вы красотка. Ну и самая основная линия, которую мы подчеркиваем, это портретная зона, да, и поэтому особенно важно подчеркнуть свои линии у лица. И в первую очередь, конечно же, это наши украшения, которые мы носим на наших ушках. Поэтому, Танюш, давай рассказывай про тебя. Ну, давай, так, девчонки, если вдруг кто-то не знает меня, меня зовут Татьяна Полудина, и я являюсь основателем бренда Танис и Джоури, и, собственно говоря, я его дизайнер, идейный вдохновитель. И, собственно говоря, этими двумя ручками я пока что все это и делаю для вас. Вот, поэтому сегодня, я думаю, что нас ждет безумно интересный эфир. Надюша, расскажи, пожалуйста, для тех, кто не знает, какие типажи, в принципе, бывают, как они определяются, можно ли определить их самостоятельно, ну и так далее. Значит, в системе типажей Ларсена существует основных четыре типажа. Я их назову, может быть, кому-то это уже знакомо. Значит, первый это гамин, второй это романтик. Мы попозже про них, про всех поговорим, про эти линии. Значит, гамин, романтик, натурал и драматик. И бывают, чистых типажей практически не бывает, это прям вот очень большая редкость. Как правило, два типажа соединяются каких-то, есть доминанта, например, одна в теле, другая в лице. Бывает так, что, например, в теле девочка гамина, в лице она драматик, либо наоборот. Значит, и бывают такие уникальные люди, как я их называю, которые соединяют в себе четыре типажа. Танюш, это ты, да, у нас классик. Вот, значит, которым подходит практически очень многое. Но у них тоже есть своя доминанта, которую нам необходимо уважать в нашем теле. Вот, значит, в соответствии от разных комбинаций существует 20 типажей, да? И очень важно определить доминанту, потому что типажи определить очень, это как бы система вообще очень непростая. И необходимо определить именно доминанту. Когда вы будете определять доминанту, вы легко справитесь и подберете себе, например, украшения по типажу. Вот, я предлагаю пройтись по основным и рассказать, кому что подходит. Значит, начнем мы с малышей, это гамины. Гаминов определить самостоятельно очень легко, только доминанту гаминскую определить очень легко. Это по росту. Если вы знаете, что у человека рост ниже 160 см, то это точно доминанта гамин. Это как бы вот единственное, что можно определить. Поэтому даешь, если у тебя выходит какой-то клиент, например, и говорит, что там у меня... Ну, вдруг ты знаешь, что у него рост 160, то ты знаешь, что это как бы в доминанте гамин, и тогда можно что предлагать гамину? Гамин – это угол. А линия гамина – это угол. Поэтому все угольное предлагаешь. А у гамина – это все яркое. Да, вот, кстати, я еще думала, брать ли мне свои сережки, а потом думала, у Танюши, наверное, все. Да, вот он чистый такой, ну, гамин... Ну, это, кстати, подходит не только гамину, но гамину точно подойдут. Да, да, и гамину точно подойдут. Значит, у гамина яркость. В любом цвете, когда девушка блондинка, брюнетка, неважно, только гаминам подходит яркость у лица. Вот прям яркость, яркость. Вот я, например, могу одеть вообще, надеть, да, все яркое-прияркое. Вот как у тебя сейчас сережки с красным жемчиком и угловатыми. Да, вот они угловатые и яркие. И обратите внимание, я тоже сейчас про это чуть позже скажу, про масштабность, да. Масштабность очень важно соблюдать. Значит, у гамина – это угол и яркость. Вот. И плюс еще ко всему гамин – это детскость. А может быть, я сейчас вот вам назову Твиги, наверное, все знают Твиги. Это такая блондинка с крупными глазами, прям у нее глаза прям на пол лица. У которой было невозможно определить возраст. Ей все время было 17. Да. Когда вы смотрите на гамина, вы сразу видите детскость в лице. Поэтому из серьги всякие там мишки, куколки, всякие фигурки. В общем, вынес вот этот типаж гаминский, может, только он может вынести вот эту детскость и при этом не будет выглядеть тетей переростком. Значит, что у нас у гамина? Еще раз подводим итоги. Это углы, это яркость и это детскость. Вот, значит, дальше. Романтики. Например, Ольга Будина, да, я буду так называть кого-то, чтобы, ну... Чтобы было... Да, мы с тобой не романтики, поэтому нам на себе не показать. У тебя есть кусочек романтизма, прям самый маленький кусочек в твоем лице – это губки. В том числе от романтики. Да, но не полностью, они тоже смешанные у тебя. Вот, значит, как правило, у романтиков их немножко тяжелее определить. У романтиков такие глазки, бусинки, такие маленькие, кругленькие бусинки, прям такие близко посаженные к носу. Вот, чистых типажей мало, поэтому определить самостоятельно, что вот именно у вас есть романтическая доминанта практически невозможно. Но, тем не менее, если у человека доминанта романтик, то у него это кружочки. Кружочки всякие, маленькие, миленькие кружочки. Все твои, Танюша, весь твой хлопковый жемчуг – это просто... Пойдет. Пойдет, да. Вот, все. Вот это может не пойти, да. Там есть уголок. Там есть, ну, как бы... Скажи, а если это будет достаточно крупный круг, да? А романтик чисто встречается редко, правильно? Это может быть, например, романтик натурал, которому вот эти серьги, которые ты сейчас показала, подойдут идеально. Там есть плавные линии и круги. Вот, значит, что у нас основное у романтиков? Это круг. Дальше, натуралы. Натуралы в лице – это плавный квадрат. Вот прям, если ты видишь, что лицо прям квадрат такой плавный, то, соответственно, и серьги мы им предлагаем плавные квадраты. Прямоугольные. Есть, я помню, ты вот прям вот буквально недавно показывала новинки. Да, вот это все натурал. Здесь еще и по материалу. Это кожа, соответственно. Такая фактура. Соответственно, весь материал, который натуральный, под натуральный, там, леопард, там, еще что-то, змея – это все подходит натуралам. Дерево, да, тоже, соответственно. Дерево, да. А пластик? Пластик тоже получается? Ну, пластик – это, скорее, больше всего что-то такое гаминское. И пластик еще смотря какой, если это блестящий пластик. Смотря какого цвета, получается. Да, смотря какого цвета. Иногда и пластик тоже. На пластике может быть такой натуральский плавный рисунок. То есть плавная линия – это натурал. Например, Наталья Водянова. Вот она у нас натурал. И дальше, значит, у нас идет… Кто? Драматик, да? Драматик – это и ты драматик, и я драматик. Во мне драматика больше в лице, а у тебя драматика больше в теле. Вот. Значит, у драматика это тоже угол, но это такая вот прям асимметрия, зигзаг. И большой размер. Сейчас. Плюс, что еще у драматика? Танюш, у драматика это контраст. Это должно быть черное-белое, да. Вот если это будет что-то красивое с черным-белым, то есть драматик выносит прям резкие перепады. Вот черное-белое, там красное-синее. И блеск. Все, что с блеском. А? Да, сейчас найду. Есть у меня такая история. Вот. Блеск. Блеск вообще шикарно. Драматики, как правило, это очень высокие люди, и у драматиков вытянутое лицо. Поэтому, когда ты видишь драматика, вытянутое лицо, только не путай с гамином, потому что у гамина большой лоб, а у драматика вытянутое лицо. Главное не перепутать. Но для меня гамина и драматик отличаются в доминанте ростом. Я не понимаю, высокий это будет драматик. Хотя бывает же гамин-драматик, ну, то есть низкий рост, но при этом... Я гамин-драматик, у меня доминанта гамин. А бывает наоборот, драматик-гамин, у них доминанта-драматик. В чем наше отличие? У нас серьги будут одинаковые, отличия у нас будут в масштабности. Кстати, хорошо, что ты про это говоришь. Значит, масштабность. Когда девочка маленькая, соответственно, и серьги у нее должны быть маленькие. Потому что, если она наденет крупные серьги или слишком длинные, она будет казаться на фоне этих сережек еще мельче, да, что не очень хорошо. И будет выглядеть, как будто взяла эти сережки, поносить там у старшей сестры или у своей мамы. Вот. И наоборот, когда драматик высокий, у драматика вытянутое лицо, когда надевают какие-то малышки или там какие-то маленькие пусеты, да, совсем маленькие, крупные пусеты, хорошо. А вот совсем маленькие пусеты, что будет выглядеть? Как будто бы наоборот, взяла, пришла в детский сад и сняла с кого-то эти сережки. И, в общем, не хватило денег на что-то крупное и себе по размеру. Поэтому обязательно соблюдаем масштабность. Вот. Значит, ну и классики. Классики это вообще очень легко, когда к тебе приходит классик, и ты видишь, что у нее вроде и глаза большие, и лицо вытянутое, и губки такие сахарные, романтичные, и нос, как у драматика, допустим. И вроде лицо такое квадратное, натуральское. То есть, когда все черты есть в лице, то сразу понимаешь, что это классик, а у классика это что? Это симметрия. И самое главное у классика это симметрия. Поэтому вот серьги, которые находятся на тебе, подойдут идеально всем классикам, в зависимости от масштаба, да. Будет зависеть, например, драматику классику будет хорошо, гамину классику нужно будет чуть-чуть поменьше размера. Поменьше. Да. Вот, поэтому всегда учитываем доминанту. Классикам сложнее всего выбрать серьги, потому что им идет все. И они не могут определиться, что им нужно. Да, и классикам самое главное учесть свою масштабность. Все. Больше остальное классику подойдет все. Главное симметричное. Классику может не подойти только асимметрия. Теперь смотри, когда мы соединяем два типажа угольных, это кто? Это гамину угол и драматик угол. Когда мы соединяем два угольных типажа, значит, что у гамина самые бросающиеся глаза, это глаза огромные и рост, да. А у драматика вытянутое лицо и, ну, тоже нос, вот такой вот угольный нос. А ты видишь, что это угол с углом. Когда ты видишь вот это вот, ты сразу с него предлагаешь симметрию. Асимметрия, геометрия, это сразу же... Во-первых, это у штуки, где можно найти. Это у тебя там, я не понимаю, да? Да, у меня дети решили такие, типа, мам! А то мама в эфире. Всё, ушли. Да, мама в эфире, надо тихо. Вот, значит, у нас там кто-то пишет. Я не знаю, классики или нет. Нет, 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 нет. Вообще, я рекомендую вот тем, кто не знает всё-таки, кто он, узнать. Потому что вот после того, как у меня появился твой гук-бук, да, и вообще, в принципе, когда ты сделала мне, ну, как-то расчёт, не расчёт, ну, то есть выяснила, кто я, моя жизнь просто стала в разы проще. Потому что в ней исчезло 90% покупок ненужных. Потому что, ну, то есть я прихожу, и просто вот в магазине, даже с одеждой, так, не моё, расцветка не моя, материал не мой, это не моё, это не моё, это не моё. Всё. И, соответственно, у меня бывает иногда период печальки, что, блин, купить нечего, потому что это всё не моё, но, в общем-то, это очень сильно экономит мой бюджет. Но при этом особо не загоняемся. Если чего-то прям сильно-сильно хочется, то мы помним, что нарушить можно в одежде, да? Да это-то понятно. Ну, просто всё равно, вот знаешь, как бы всё равно исчезли вот безумные, да, вот эти количества купленного. И в том числе и сейчас мне, ну, я когда начала этим интересоваться, я очень много постов читаю у тебя, мне проще стало подбирать клиентам украшения. А уж если клиент приходит после разбора и говорит, а я точно знаю, кто я, то тут вот просто, то есть я даже не предлагаю либо человеку что-то очень хочется в украшениях, я говорю, ну вот не ваша история, потому что вы не то и не то. И насколько я знаю, у тебя сейчас антикризисное предложение по разбору. Да, я вчера заявила на нетворкинге, что у меня будут антикризисные цены, и буквально к вечеру я их выпишу. Я делаю скидку сейчас 50% на типирование и лукбук. Я чуть-чуть сокращу размер незначительно. Обычный размер у меня лукбука от 100 страниц. Здесь я сделаю там 65-70. То есть не очень пострадает качество, и основные моменты там, конечно же, останутся. И, ну, как бы я, раз уже как бы мы про это говорим, да, цена будет типирования вместе с лукбуком 3000 рублей. Ну, то есть это вообще... Это сэкономлено за один раз будет... То есть это будет окуплено за один поход в магазин без покупки лишней кофточки, я бы сказала так, которая всё равно не пойдёт и будет лежать пылиться. Обычно это бывает. Вот, я точно хожу в магазин с лукбуком. Ну, то есть, грубо говоря, если я задумала о том, что, ага, мне нужна там, не знаю, юбка, я сначала смотрю в свой лукбук, какая юбка мне, в принципе, может быть, нужна. Вот, ну, помимо того, что я обожаю советоваться с тобой, и опять же, скажи, вот, у тебя было всегда, что первые два месяца после получения лукбука есть возможность советоваться с тобой, ну, из примерочных сейчас не очень актуально, но, грубо говоря, доставка одежды на дом всё равно есть, и, соответственно, всё равно можно примерять и отправлять фото. Это сохранится на, ну, даже при такой цене? Да, это сохранится, ну, возможно, я это сделаю не на два месяца, а на месяц, потому что тренироваться действительно можно онлайн, можно, ну, как бы и нужно тренироваться, потому что сразу вся эта информация не укладывается, поэтому вот прям можно пойти, я не знаю, на какой-то сайт Ламода, можно, например, да, выбрать там блузку и уточнить, проверить, правильно ли усвоились у вас в голове данные из лукбука, и уточнить, это моя срочно блузка или это не моя, и мне лучше пройти мимо. Давай поговорим про смешанные типы ещё, да, что, ну, то есть вариации, понятное дело, миллион, ну, не миллион, но очень много, то есть как минимум будет два типажа соединяться в одном человеке, да, ну, и как максимум четыре. Странно. Значит, ну, мы уже начали говорить про смесь угольных, это гамин и драматик, да, это прям угол угольный, это вот прям молнию себе, представляете, и когда человек говорит, что он гамин-драматик или драматик-гамин, ему смело подходит асимметрия, его зажигает асимметрия, и наоборот, когда, знаешь, вот я сегодня не надела, мне не подходило просто, у меня есть твоя цепочка, которая здесь с жемчугом, а здесь просто цепочка. Вот, вот это вот, да, вот. Вот это история асимметричная, вот, это вот вообще как бы моя история, да, всё, что асимметрично у лица, выравнивает это лицо, потому что у гаминов-драматиков очень не асимметричное лицо, у них разные брови, у них может быть один глаз выше, другой ниже, ну, в общем, это лицо асимметрично, и поэтому украшения асимметричные, и цепи все асимметричные, соответственно, и в одежде тоже, да, уголки, вырезы угольные, то есть эти линии распространяются не только на украшения, но и на одежду тоже. Вот, дальше, кого мы берём самых, возьмём противоположные, романтики натуралы, вот, значит, соответственно, соединяем то, что мы обсуждали вначале, у романтика это круги, у натурала это плавная линия, вот, поэтому все вензеля, все серёжки с вензелями, это вот прям романтики, романтики. Это вот что-то такое. Да, вот это всё вот такое, и это ещё и натурал, потому что цвет. Вот, значит, вот это вот идеальная история для романтика натурала, единственное, напоминаю, смотрим на, да, вот, смотрим на масштаб. Ну вот я сейчас их брала, одни поменьше, да, другие прям крупные. Смотри, а вот, грубо говоря, вот эта вот история, здесь у нас идёт круги романтичные, да, но натуральское будет здесь, пожалуй, материал, что это жемчуг, правильно? Да, да. Ну и сама форма такая, овал, да, то есть мы соединили плавную линию и круг, и получился такой овал, вот, соответственно, для романтика натурала, а романтик натурал может быть не очень мел, как бы романтики, они вообще не очень крупные, но натурал это такой крупный человек, и смесь романтика с натуралом, это может быть большая масштабность, рост может быть, Танюш, такой высокий, как у тебя, поэтому вот эти серьги подходят идеально, и романтику натуралу тоже, которые на тебе. Вот, Саши. А вот колье, соответственно, вот мне просто, я хотела перевоплотившись, показать, насколько большая разница, да, если мы берем одну и ту же одежду, да, но разные украшения, то есть вот здесь же тоже у меня, получается, плавные такие линии, это вот натуральская история, правда? А у тебя там плавные квадраты, а плавные квадраты – это сразу натурал, то есть это подходит натуралу тоже. Вот, ты сейчас перевоплощаешься, надеваешь асимметричную перечку, причем она у тебя крутая, ты ее, по-моему, можешь надеть, или это другая, которую можешь надеть? Ее можно по-всякому, она такая трансформер, ее можно надеть, например, ну, вот таким образом, да, хвостиком назад, ну, такую сделать, можно сделать вот так, то есть она такая длинненькая туда вниз, поверьте мне, да, то есть, соответственно, либо можно сделать чуть короче, либо ее можно надеть как браслет, и вот мне хотелось, сейчас я серьги тоже поменяю, получается, вот сейчас я все такая была плавная, плавная, вот, и сейчас мы сделаем из меня совершенно другую историю. Вот смотри, ты сейчас вот так вот надела колье, да, и у тебя получился угол, и угол, и асимметрия, сразу все угольные типажи, а это гамины драматики, гамины драматики, гамины классики, гамины драматики классики, сразу же зажглись, потому что угол зажигает, и здесь смотри, ты... Я могу сеть, да, еще сделать асимметричными, вот, ты сделала асимметричные, вот сейчас ты сидишь идеальный гамины драматик, вот, но так как ты драматик классик, классик соединяешь все четыре типажа в себе, тебе очень классно, вот, и так тебе очень классно, потому что ты классик, а у классика все очень нет, да, 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 значит, тебе очень хорошо, когда ты сделала удлиненный себе... Да, ну, то есть я, получается, повторяю вырез свой колье, когда ты делаешь ближе к шее, да, вот как ты первый раз делал, уже вот так, вот так вот еще твоя история, когда совсем вот одинаково, кругленькая, кругленькая, да, то вот уже как будто что-то мелковато, хочется добавить, например, покрупнее бусины, поэтому... Но можно сделать вот так, да, грубо говоря, то есть если я сделаю себе такой чокер с удлинением, и все-таки оставлю асимметрию, то есть у меня будет вот тут жемчуг, здесь крупная цепь, уже будет лучше. Да, вот так уже смотрится по-другому. Мне больше понравился, да, вариант более такой, длинный. Ну да, потому что в тебе доминанта драматик, поэтому, соответственно, и линии ты добавляешь везде, и углы, соответственно, везде укрупняешь, потому что у тебя крупная масштабность, у драматика крупная масштабность. Вот, соответственно, и в одежде, да, ты когда надеваешься, ты надеваешь платье, то если ты надела угол, то ты можешь позволить себе спущенный рукав. Если ты овал, то желательно точной рукав, чтобы не потерялась твоя вот эта четкость от классиков. Вот, значит, что мы еще упустили? Драматик может вынести тоже яркость, но не очень выносит детскость. Танюш, ни разу не видела тебя в каких-то прям... В сережках Микки Маусах? Да. В сережках Микки Маусах я тебя ни разу не видела. Слушай, ну да, потому что это... Ну вот, грубо говоря, есть у меня сережки-единорожки, ну я вот себя в них просто... Ну точнее, я, конечно, могу их надеть, но выглядит для меня это странно, мне сразу хочется взять, не знаю, куклу в руки. Ну, то есть вот не совсем моя история, хотя вот сейчас у меня в задумке есть сережки с зайчиками, но я хочу сделать более дерзкими, то есть не зайчики-зайчики, а хочу их... Ну вот у меня есть такие две подвески-зайки, две подвески-зайки, которые я хочу... Еще вот думаю, во что их обрамить, в какую угольность, то есть я хочу из них сделать что-то такое экстравагантное, не детский вариант, но там будут милые зайчики, все равно будут. Танюша, еще очень важно, что у нас при подборе сережек цвет, да? Я, насколько знаю, ты определяешь цветотип, вот, и очень важно, то есть очень важно понимать, что, например, красный бывает, и теплый, и холодный, то есть если когда человек хочет какой-то, какой-то все-таки яркости добавить, то это можно сделать легко, главное подобрать именно свой красный, и если ты знаешь, что к тебе пришла девочка натурал-романтик и хочет чего-то сильно яркого, то вот как бы вот такую историю предлагать, конечно же, не стоит, потому что, ну, это все-таки драматики и гамины. Ну, ей бы я скорее предложила что-то леопардовое. Леопардовое, да. Бывает. Это может быть леопардовое, либо что-то такое, например, бледное может быть, какое-нибудь розовое. Пластик, ну, то есть, грубо говоря, может быть. А, вот, кстати, смотри, вот сейчас у меня к тебе вопрос. Вот такая форма, смотри. Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим плавные линии, и мы видим квадрат. Да, плавный квадрат. Который, кстати, тоже плавная линия, то есть он вот так квадратик, а вот так он плавная линия. Да. Вот, значит, кому это у нас подходит? Ну, это у нас, во-первых, натуральская история, во-вторых, за счет розового цвета это может уйти в романтизм. то есть это, вот эти серьги легко может надеть романтик натурал, либо эти серьги может надеть натурал камин, который доминанта натурал. Вот, но здесь квадрат все-таки он все равно читается, и присутствует такая некая симметричность все равно. То есть любой классик тоже может надеть эти серьги. Ну, и так как ты вот сейчас к себе примерила, это была твоя масштабность. Ну, да. Обязательно соблюдаем масштабность. Это твоя масштабность, и тебе хорошо в ней. Почему? Потому что ты классик. вот, поэтому очень много нюансов, очень много и ограничений, но очень много можно себе позволить чуть-чуть где-то скомбинировать, и поэтому мне сейчас очень нравятся все твои серьги и цепочки и браслеты и трансформеры, которые ну, вот даже эту я... Можно комбинировать. Да-да-да, вот даже эта цепь, она очень крута. То есть вот я, грубо говоря, могу, ну, не знаю, в одну половину дня быть с цепочкой, да, в другую половину дня я, кстати, могу ее надеть назад, то есть, например, сделать так, чтобы у меня вот здесь было так, а сзади висела длинная висюлька. Смотрится тоже очень круто, если открытая спина. Ну, и при этом, соответственно, из этой штуки получается классный трехрядный браслет. супер. И вообще с любой водолазкой, да, выглядишь и чувствуешь себя королевой. Так, сейчас у меня к тебе еще будет вопрос о такой колье, которое просто влюбило в себя всех и сразу такое. Это прям... Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим... Круг, да. Круг, да. Мы видим здесь среднюю масштабность от средней к крупной масштабности, да. Соответственно, гаминам, малышам, возможно, будет не очень хорошо. Она будет большевата для них. Она будет большевата, да. Вот то, как ты надела сейчас, это идеальный вариант для классика, для любого. Самый шикарный вариант это для натурала классика и для романтика классика. Вот так? Да. Натурал классик, романтик классик. Будет шикарно смотреться. Ну и, естественно, все классики остальные тоже, за исключением гамина. По мне, так для гамина это крупноватые. Крупноватые. Скорее всего, если мы говорим о росте метр шестьдесят, то тут эти серьги будут... На пол лица, я бы сказала. То есть, они достаточно крупные. Они действительно, ну, как бы, сантиметра три диаметра. Мне очень нравится, но, соответственно, на маленьких, да, на более маленьких. Когда у гамина чаще всего такой маленький, аккуратный носик, и когда вот надеть эти вот эти крупные серьги, да, то будет несоответствие. Нос будет казаться очень маленьким. Соответственно, если гамин будет смесь с кем-то, например, вот как у меня гамин драматик, но у меня нос драматический такой, острый большой. Если я надену вот эти крупные серьги, то мой нос будет еще крупнее. Таня пишет. Мне очень нравятся крупные серьги, несмотря на рост. Ну, Танюш, так ты не маленькая? Ну, да, мне кажется, не метр шестьдесят. Мне кажется, что метр шестьдесят пять, а это уже не маленькая. Это уже не маленькая, да, здесь идет камины, это люди-малыши с ростом до 160 сантиметров, очень редко. А, 158? Мне казалось, что... Надевай каблуки. И тогда можно смело надевать нужные серьги. Ну, опять же, смотря какая доминанта, доминанта гамин, но с кем она? Может быть, хорошо и серьги круглые, потому что, например, это гамин классик. Вот вариант крупных цепей. Вариант крупных цепей. Ну, опять разбираем, что мы там видим? Плавные квадраты? Ну, да, круги квадраты такая, что-то среднее. Что-то среднее между кругами квадратами и когда они соединяются, они образуют вот эту вот витиеватую линию, да? То есть, вот эта витиеватая линия подходит у нас кому? Романтикам, но натуралам не очень крупным. Почему? Потому что квадратики получились такие, круги квадратики получились мелковатые, да, само изделие крупное, но вот эта вот мельчишня может не подойти крупным лицам, крупным натуралам, они могут казаться немножко еще крупнее на фоне этих сережек. То есть, вот такая длина кому подходит? Драматикам, да? Я по тебе ориентируюсь по размеру, да? Ну да, не знаю, значит, мы видим на тебе эти сережки, это драматическая длина, все нормально, все окей, здесь достаточно все симметрично, то есть, любой классик это может надеть, но, например, типаж смешанный как гамин драматик немножечко, скажем так, умрет в этом, вот, нужно, я уже такие, например, сережки надеть. Если бы я представила тебя в этих сережках, я бы представила тебе странную профессию. Это какую? Ну, такую, которая хочет выделить. Простушка, какая-нибудь, например, доярка. Продавщица сельфо, да. Да, продавщица сельфо, то есть, когда мы надеваем не свои линии у лица, мы выглядим иногда и как алкаш, на самом деле, и такое бывает, иногда и, сельфо, а иногда мы, бывает ведь и наоборот, когда, например, гамин, малыш, хочет что-то такое. Вот, такой, вот такой у меня к тебе вопрос следующий. Смотри, здесь много мелких прямоугольничков, образующих, образующих, по сути, круг. Но это вообще такая более-менее универсальная вещь, которая может подойти вообще. Подойти все-все. Кроме, кроме, разве что, гаминоподраматиков, которые соединяют угол с углом, слишком симметрично. Сразу наше лицо. А если, например, вот они оденут такую штуку и, например, сельги угловатые, вот они же подходят сюда, то есть, таким образом... Тогда можно, тогда можно. но вообще вот это вот прям четкая симметрия с сильноугольным типажом, гамином, драматиком и наоборот, драматиком, гамином, будет сразу лицо будет перекошенное. Вот у нас реально очень перекошенное лицо. Если вот мне, например, умыться и там убрать вот эту вот угольность, вот эту всю, у меня реально лицо, ну, все кривое просто. У всех гаминов, драматиков, даже могут быть губы разные. Интересно, мы говорим о росте, что кто-то маленький, кто-то крупный. Вот я считаю себя достаточно крупной. Врет. Таня меня знает, я живу в Нидерландах, и мне все говорят, что я малышка. Ну, относительно европейки, мы сейчас не говорим про лишний вес, да, то есть, они говорят, что ты малышка, потому что, ну, потому что ты меньше в среднестатистической европейке, грубо говоря, да, но если мы берем, ну, как бы идеальные, нормальные пропорции любой народной, можно так сказать, народности, мне кажется, что ты, ну, нормальная, обычная, с достаточно высоким ростом, у тебя есть определенные, там, округлости в форме, да, но это не говорит о том, что ты, там, крупненькая, нет, это не про это. Бывают крупные, вот я так понимаю, когда мы говорим про крупность, это, во-первых, высокий рост, правильно, да, и бывают, вот, ну, прям статные женщины, да, то есть они не толстые, они прям крупные, вот, ну, бывает, это натуралы, они статные, да, у них широкие плечи, у них, ну, вот, как бы, ну, опять же, вот у меня при всем, ну, как бы, мне очень часто люди пропорционально фотографии не могут сказать, все говорят, ой, ты там такая, там, какая-нибудь худышка, ну, это не совсем так, потому что у меня очень, ну, то есть все мои косточки, они крупные, у меня крупные плечи, ну, то есть у меня и бедра, и рост, ну, все пропорционально крупное на самом деле, то есть я не Наталья Мадянова и не дрыщ 40 килограмм, вот это не про меня история, и даже если я перестану есть, я такой не стану, вот, потому что я такой родилась, вот, соответственно, мне кажется, что вот на это надо обращать внимание, и все правильно Надя говорил в самом начале, мы смотрим на себя от рождения, почему, когда Надюша определяет наш ее типаж, мы шлем ей фотки, какие фотки детские, пока мы не забырили себе брови, пока мы не уменьшили себе носы у пластического хирурга, пока мы сделали, не сделали себе там макияж, и ничего не исправили нигде, но восприятие другими. Я хотела, знаешь, что добавить, Танюш, про то, что мы себя очень неадекватно оцениваем, мы вообще не можем оценить себя адекватно, я, например, когда была маленькая, я всегда считала, что у меня нос картошка, вот, реально, просто вот этот вот мой петушиный нос, реально, я не знаю, я считала, что у меня нос картошкой, и я хотела его еще острее, еще длиннее, вот, мы не можем себя адекватно оценить, когда мне присылают девочки, когда я прошу у девочек фотографии, очень часто говорят, ой, я толстая, я стесняюсь, я не пришлю тебе фотографии в купальнике, я смотрю, там просто стройняшка-малышка, то есть мы не можем себя оценить, кто-то говорит, ой, у меня крупные глаза, я смотрю, да вы крупных глаз еще не видели, мы не умеем, к сожалению, оценивать себя адекватно, самостоятельно, поэтому, вот именно еще поэтому определить типаж самостоятельно нереально, ну, я считаю. Тип фигуры, треугольник, вот, кстати, чем мне нравится система типажей Ларсон, она не трогает тип фигуры, и это так круто, потому что вот эти все квадратики, треугольники, яблочки, груши, меня, если честно, слегка смущают, потому что, если вот, ну, это мое личное впечатление, я пробовала и ту систему, и ту на себе, так вот, с помощью типажей Ларсон, да, и рекомендации одежды по типированию от Ларса, гораздо проще нравиться себе в зеркале, нежели пытаться скрыть там свой треугольник или грушу, потому что, если вы такой конкретный треугольник, и вы там, не знаю, вот по мне, например, да, у вас типаж, как у меня, да, ну, например, на драмате классик, и вы решили это скрыть, и не соблюли принт, который вам не идет, но соблюли вот эти, все рекомендации по треугольнику, будет фигня. Данюш, если тебе соблюдать рекомендации по треугольнику, то ты превратишься в какой-то очень большой крупный квадрат, и что как бы из этого получится, вообще непонятно. Пару слов скажу про, я это называю, плодово-овощная классификация, я не работаю по ней, потому что эта классификация приводит к тому, что мы не любим себя, мы именно прячем свои все прелести, это не работает. Вот представьте себе, например, у меня рост 157 сантиметров, и у меня крупная драматическая попа, и вот представьте себе, я должна это по плодово-овощной системе, что я это должна привести к песочным часам, к ростам, и вот я должна себе сделать вот такие громадные плечи, и что это будет за такой квадратик ходить на ножках, на ножках коротеньких. Ну, в общем, я не работаю по этой системе, я считаю, что эта система заставляет себя вот просто как бы не любить и прятать себя. Вот я против, я за принятие себя, система Ларсен работает совершенно по-другому. Мне достаточно просто надеть при своей фигуре прямой силуэт одежды, и я буду красотка, мне не надо вот так вот увеличивать свои плечи. Поэтому, если вы, например, считаете, что вы треугольник, да, это у вас крупные плечи, то, скорее всего, у вас присутствует натурал, натуралы носят просто квадраты. Все, что квадратное, все халатообразные вещи с накладными карманами, это вот как бы ваша история. То есть вам не надо увеличивать попу до прямоугольника. И носить какие-то там, я не знаю, юбки сильно такие вот прям пушистые, чтобы стать вот этим вот песочными часами. Это не работает. Вы будете выглядеть просто, вы себя просто возненавидите, когда увидите себя в зеркале. Поэтому ни в коем случае, девочки, не приводите свою фигуру к песочным часам. Вот. Я как бы считаю, что эта система не работает и заставляет себя не любить. А потом вот мы разгребаем это все каким-нибудь... А потом... Я не пришлю вам свои фотографии, потому что я толстая. Да. Да. За что действительно, что мне нравится, в том, ну, то есть вот, когда ты получаешь свой локбук, ты понимаешь, что ты вот красотка, как ни поверни, даже несмотря на все, там, не знаю, вот лишний килограмм, то, что ты говоришь, да, независимо от того, сдуваемся мы, раздуваемся мы, мы все равно остаемся в своем типаже. И, грубо говоря, даже если так случилось, что, я не знаю, вы забеременели, поднабрали, не сразу сбросили, да, грубо говоря, всего лишь навсего нужно надеть свою форму одежды со своим материалом правильным, и вам все будут подходить и говорить, боже мой, как ты похорошела, как ты там постранела. Хотя ваши весы могут говорить обратное, но вы совершенно не обязательно должны никому рассказывать, что там у вас на весах. да, да, и, кстати, когда вы знаете свои линии и те силуэты, да, ткани, принты, которые вам подходят, вы, во-первых, экономите время в магазине, вы сразу, вот с чего мы начали, да, Танюш про что-то говорила, сразу проходите мимо этих вещей, которые не ваши, вы не идете с этими вещами в примерочную, не дай бог, не надевайте их на себя, потому что если вы их наденете не свои вещи, то на вас в зеркало посмотрит, ну, какое-то чудовище, вы скажете, да, 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 особенно когда ты сравниваешь себя с вот этим клёвым блогером, который в этом выглядит так круто, а что я-то такая страшная? Очень многие, кстати, блогеры, особенно которые продают одежду, показывают ее на себе, они очень многие классики, а классикам, как известно, идет практически все, главное, чтобы было симметричное, вот, поэтому, если вы видите блогера и видите классика и видите, что на нем, на этом блогере классно сидят шмотки, это не значит, что они идеально сядут на вас, кстати, Евелина Хромченко классик, она не очень лестно отзывается о системе типа же Ларсен, рассказывает немножко наоборот, но ей все идет, потому что она классик. Вот, поэтому, поэтому, вот я вам рекомендую узнать, какая линия у вас, какая у вас доминанта, и согласно этим линиям знать, какие вам нужны вырезы, какие вам нужны рукава, точные, спущенные, у вас должен быть разбитый силуэт, неразбитый силуэт, показывать вам запястья щиколотки, не показывать, кому подчеркивать далию, кому не подчеркивать, и самое важное, это вот портретная зона, когда вы будете знать свои линии, соответственно, вы будете идеально подбирать украшения, рубашки, блузки, и будете выглядеть классно, и даже если вы где-то внизу что-то нарушили, например, взяли свои брюки, но в портретной зоне вы выбрали свои линии, никто этого не заметит, когда вы будете одеты прямо по типажу, мимо вас будет невозможно пройти, вы будете идти, и вас начнут рассматривать соседи, подруги, просто мимо прохожих, вот вы прям будете ловить на себе вот эти взгляды, потому что вы в себе, вы в своих линиях, и вам очень здорово. Мне нравится в первую очередь разглядывать себя еще до того, как меня увидят все остальные, когда я оделась, я чувствую себя просто звездой, и мне абсолютно там все равно, что там обо мне кто-то подумает, то есть это повышает градус уверенности в себе, банально, то есть ты всего лишь оделся по типажу, и в общем-то, когда у тебя гардероб разобран и составлен уже по типажу, гораздо проще вообще, ты заглядываешь, и тебе хочется надеть все, у тебя только вопрос, что из этого сегодня мне надеть, не ой, мне нечего, а что бы мне, в чем бы мне сегодня выйти в люди и вообще показать этого мира, что я звезда. Надюш, слушай, и давай-давай, у нас еще остается минуток чуть меньше 15, чтобы я успела сохранить наш эфир, поговорим про домашнюю одежду, ее же тоже можно выбирать и по типажу, и соответственно, еще меня, знаешь, что интересует, цепочки для очков, вот такая история, наверное, даже можно начать с них, потому что, ну, чаще всего цепочка для очков, это такая, ну, то есть, плавная линия по-любому, потому что она, ну, не спадает, да, вот, но на ней бывают, соответственно, ну, чаще всего босинки, круги, да, то есть более романтическая история, насколько мы, закрывая глаза очками, должны ориентироваться на типажи, да, то есть, когда мы выбираем цепочку для очков, или мы можем выбрать в принципе любую, и это не важно. Ну, смотри, значит, классик может выбрать любую, вообще абсолютно, например, здесь нужно быть аккуратным, только сильно асимметричным типажам, это вот амины и драматики, когда соединяются вместе, здесь можно добавить, например, какую-то, знаешь, либо цвет черный, например, взять, либо добавить немножко грубости, чтобы это было не очень нежно, то есть, если это будет грубо, то есть, какую-то цепь грубую, например, ну, знаешь, такая вот прям грубая цепь, тогда будет классно, на самом деле, когда очки на тебе, и если, кстати, очки тоже, кстати, подбираются по типажу, и если очки по типажу, то, в принципе, цепь может быть незаметная, если это будет тонкая какая-то цепь, вот, если ты добавляешь туда очень бусинки, например, и добавила, например, какие-то крупные прямо вот у лица, ну, соответственно, угольный типаж сразу поплыл, лицо сразу кривое, вот, это не та история, значит, бусинками просто соблюдаем масштабность, вот, и если это, например, угольный типаж, либо вообще без бусинок, либо малышки, такие бусинки, вот, либо, если у тебя доминанта идет драматическая, да, когда высокая девушка, то одну маленькую бусинку, ну, будет смешно, тогда ряд бусинок, мелких, чтобы это не портило лицо, не добавляло еще больше, ну, чтобы на фоне вот этой симметрии лицо не казалось кривее, я не знаю, я, может быть, как-нибудь решусь и сфоткаю себя без косметики, с убранными волосами, и реально покажу, что у меня очень лицо не симметричное, прям вот вообще, вот прям капец, какое не симметричное, не может быть, вот про домашнюю одежду, вообще на самом деле это касается всего, это может касаться и постельного белья, и тапочек, и домашней одежды, и даже обои, да, и иногда я даже обои могу посмотреть, ну, например, я помню, мы купили квартиру, сделали ремонт, я поклеила обои на кухне, а потом узнала свой типаж, поняла, что мне зашло, я хочу обучаться, я обучилась, и понимаю, что на меня раздражают вот эти вот цветочки на моей кухне, вот просто меня не бесят, потому что они мне не по типажу, это могут быть шторы, это может быть ковер, покрывал, то есть это может быть все, что угодно, и сейчас, да, та история, когда мы находимся постоянно дома, и какую-то часть времени, может быть, больше, чем обычно проводим в пижаме, вот, то желательно, конечно же, чтобы пижама была по типажу, вот, потому что, даже если вы проснулись, вы не накрашенная или какая-то уставшая, у вас эта пижама, вы в своей пижаме просто заиграете, и никто не заметит, что вы устали, или там, не помыли голову, или еще что-то, то есть обязательно свой принт, да, у каждого типажа по Ларсену существует свой идеальный принт, обязательно берем свой принт в пижаме, значит, всякие Микки Маусы и так далее, драматики не носят, потому что будут выглядеть смешно, зато гамины могут оторваться и смело походить в костюме Микки Мауса домашнем, вот, соответственно, кружочки, всякие цветочки украсят романтика, если эти кружочки будут располагаться асимметрично и крупные, то это могут быть драматики-драматики, если это мельчишня такая, то это вот гаминская история, например, драматик в сильно мелком горошке будет выглядеть не очень, да, он будет казаться очень крупным, вот, соответственно, что делает гамин в пижаме, как правило, разбивает силуэт на две части, вверх и вниз, чтобы не выглядеть такой тучкой незаметной, вот, что делает драматик, это, и вообще все высокие типажи, наоборот, берут вверх и низ одинакового цвета и прямо удлиняют длину, рукава, и будете прямо шикарно смотреться, это вот просто будет такая королева, и мужчина на вас будет смотреть и думает, господи, какая у меня классная женщина, как я ее восхищаюсь, это прямо вот моя королева красоты, она живет рядом со мной, такая вот прям вся красотка, вот, значит, что еще хотела добавить, дом, но это дом, это то место, где мы можем радовать не только себя, но и своих мужчин, поэтому, например, сильно короткие вещи, драматики, высокие натуралы не рекомендуется им носить в обычной жизни, потому что будет, ну, сильно выше колена, да, потому что вы будете выглядеть немножечко, ну, такой девушкой легкого поведения, а дома можно, а дома порадовать своего мужчину можно, да, потому что, ну, а где еще его порадовать, как не дома, сократно, но и в эфир, да, мы когда выходим, если мы будем находиться в своих линиях, то даже если мы не выспались или там устали, но в своих линиях мы будем выглядеть более-менее симпатично и гармонично, вот, а сейчас мы все время что делаем, все время сидим, проводим прямые эфиры, да, Танюш, поэтому, да, 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 что, что самое главное, самое главное, это надеть правильные эфиры, правильные эфиры, говорящая голова должна транслировать, ну, то есть, грубо говоря, я заметила просто очень немногих моих клиенток, они мне пишут отзывы сейчас, что Таня, я вот, ну, даже кто-то, кто получает мои серьги сейчас, да, то есть доставка работает, они говорят, я вышла в твоих сережках, в эфир, и просто вообще народ посыпался там, спрашивать, что со мной случилось, почему я так изменилась, и где я взяла такие серьги, и где я такая красивая, ну, то есть, прям вот, сейчас самое время доставать все свои украшения, да, пересматривать, какие идут вам, какие не идут, и если у вас их нет, надо их обязательно заполучить, потому что сейчас, чтобы вас слушали и не уходили, нужно цеплять, потому что одновременно идет у меня конкретно, там, обычно 10-12 эфиров, и тут я начинаю думать, на кого бы посмотреть, и когда я вот листаю эфир и вижу темную картинку, ну, такую вот прям, темную-темную, да, грубо говоря, не выспавшееся, некрасивое, неухоженное, там, лицо, да, отсутствие украшений, и еще и тема какая-то неинтересная, то все вот, пролистывается, не смотрю. Ну, в общем говоря, выйти в прямой эфир с грязной головой в растянутой майке и без украшений, это как бы история про то, можно даже не выходить. Да, можно даже не выходить. Танюш, пока еще есть чуть-чуть время, я бы хотела сказать для своих подписчиков, что, чем мне нравятся твои украшения и вообще работа с тобой, тем, что можно посмотреть витрину и, например, не подобрать себе что-то, а можно просто написать тебе в директ и сказать, что я, например, вот такой-то типаж, либо вот мне нужно то-то, то-то, и ты прям вот для специально для человека делаешь индивидуальные персональные серьги, что очень-очень-очень круто, и я сама всегда пишу Танюше и говорю, мне нужно туда-то, мне нужно произвести такое-то впечатление, и, ну, я напоминаю тебе, да, что я прям уголугольный и Таня тут же сразу же прям вот моментально подбирает разные варианты мои угольные и, в общем, я всегда в сережках, всегда в сережках от Танюши и не стесняйтесь, пожалуйста, если вы не нашли что-то для себя подходящее по типажу, вы всегда можете написать, да, мы обсудим, какие серьги вам нужны и Танюша сделает именно для вас персональные серьги, а может быть, и вообще единственные на всей плане. и не повторяйтесь. тут как раз вопросик под конец, сколько лет я этим занимаюсь, я занимаюсь этим уже больше пяти лет, надо как-нибудь написать пост, показать, наверное, с чего я начинала, потому что это вообще, это вообще, вот, ну, абсолютно точно, да, я действительно очень часто делаю что-то, чего больше потом ни у кого нет, ну, так складывается, да, то есть, вот, например, у тебя, Надюш, мне кажется, мне миллион раз просили повторить что-то, что я делала для тебя, а я не могу, потому что у меня материалов было ровно на одну пару, и таким образом очень многие получают тот самый эксклюзив, который есть только у них, который вызывает эффект вау, да, и это вот, ну, это греет, что есть что-то у тебя, сделанное своими руками, с определенной энергетикой вложенной, да, в эти изделия, естественно, позитивной, поэтому... Да, мне еще чем нравятся всегда твои изделия, они всегда с таким-то посылом, ты вот прям высылаешь и еще раз какую-то приписку делаешь, и прям вот это вот прям сбывается, я между собой Таню называю моя маленькая ведьмочка, потому что либо считывает меня, либо все, что советую, все, что пишет, да, в своем послании, прям все сбывается, поэтому очень важна энергия человека, энергетика человека, который делает украшения, поэтому, в общем, Танюша рекомендую тебя всем подписчикам своим. Спасибо тебе большое, большое спасибо тебе за такой классный, интересный эфир, я сейчас буду его завершать, потому что я очень хочу его сохранить, я научилась эфиры сохранять больше, чем на 24 часа, поэтому. Я тоже. Я его сегодня сохраню совсем и выложу с твоего разрешения, выложу на свой канал в YouTube, потому что для тех, кто не успел, не смог по каким-то причинам сегодня присутствовать, а эфир у нас был безумно интересен и захочет его посмотреть, обязательно дам ссылочку на YouTube, ну и, соответственно, 24 часа сегодня здесь он останется. Благодарю тебя. Всем пока. Я благодарю, кто был. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,